Репрессии по отношению к оппозиционным партиям в России продолжаются. Сегодня, 17 января 2013 года, сразу в нескольких офисах Национальной Демократической Партии России прошли обыски. Предвестник ТВ прибыл на Гончарную улицу, где расположен один из офисов НДП. Нельзя? Здравствуйте. Здравствуйте. А что здесь происходит? Можно узнать? Следственные действия. Следственные действия. А что вы ищете? Что вы ищете? Вы можете прокомментировать? Осенью 2012 года члены НДПР провели учредительный съезд. И 18 января 2013 года собирались подавать документы на регистрацию партии в Минюст. Но государственные маски-шоу сорвали намеченный план. Сегодня в Москве проходят параллельно три обыска. Прошел обыск на моей квартире, точнее на квартире моей жены, где я проживаю. Идет сейчас обыск по адресу Гончарная 21. Это офис моей организации, коммерческая, центр управления проектами регионального развития. И идет обыск в помещении фонда РОД, где официально находится Оргкомитет Национальной Демократической Партии. Изымают всю Оргтехнику, все рабочие места, изымают всю документацию по всем организациям. И что самое печальное, судя по всему, изымают документацию, связанную с регистрацией Национальной Демократической Партии. Для того, чтобы вы не зарегистрировались? Я полагаю, что истинная причина, конечно, в этом. Повод, по которому пришел центр С, следующий. Следствие Восточно-Инициативного округа города Москвы возбудило уголовное дело по факту мошенничества. В этом деле, по этому делу, якобы я мошенническим путем, в 2011 году приобрел квартиру общей площадью 16 квадратных метров у господина Сафронова. Господин Сафронов утверждает, что я мошенническим путем его запутал и принудил эту квартиру себе продать. По этому делу у меня есть договор купли-продажи, у меня есть свидетельство о регистрации сделки, у меня есть расписка о получении Сафроновым денег за эту сделку. У меня есть решение суда, который признал эту квартиру моей и постановил господину Сафронову, бывшему владельцу квартиры, не чинить мне препятствий в пользовании этой квартиры. У меня есть исполнительный лист по этому делу, что надо делать. И на днях, как раз завтра, должно быть открытое исполнительное дело у судебных приставов, которые будут Сафроновы выселять из этой квартиры и вселять меня. Вот, тем не менее, центр Э приезжает сюда по этому совершенно смешному гражданскому делу, где у меня все аргументы на моей стороне, и изымает партийный документ. Ваши действия следующие какие будут? Я пригласил адвоката. Я думаю, что адвокат будет обжаловать действия полиции, и дальше будем разбираться, будем смотреть на все это. Но, знаете, как это известная фраза, вам не нравятся наши выборы, вы сходите в наш суд. Попробуем сходить в наш суд, посмотреть. Как вы считаете, Национальная демократическая партия в итоге будет зарегистрирована или все-таки нет? Я полагаю, что мы приложим все усилия для того, чтобы партия была зарегистрирована. Но вопрос о том, будет она зарегистрирована или не будет, это вопрос не моей компетенции. Это компетенция Владимира Владимировича Путина. Будет он позволять регистрировать партию или он не будет позволять регистрировать партию? Будем надеяться, что закон быстрожествует. Кремль делает все для того, чтобы неугодные партии не были допущены к регистрации, усиливая давление на их лидеров. Удастся ли силовикам превратить политические заморозки в ледниковый период, покажут события уже ближайших дней. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Продолжение следует...